Глава Самары Елена Лапушкина продолжает представлять обновленную стратегию социально-экономического развития Самары жителям города. И сегодня вместе с жителями Красноглинского района обсуждала предложения и инициативы по реализации стратегии на их территории. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной. Но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важнейших решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Но тем не менее, с тех пор, как вы понимаете, прошло очень много времени, много воды утекло, изменилось законодательство, появились новые вызовы. С 2018 года Самара принимает участие в реализации 10 национальных проектов. И, конечно, все это требовало внести эти изменения в документы. Жители Красноглинского района рассказали, что одной из школы в Крутых Ключах недостаточно и спросили, возможно ли построить еще одно учебное заведение. Глава города рассказала, что в ближайшие годы в Самаре будет строиться несколько школ в рамках государственно-частного партнерства. Одна из них в Крутых Ключах на улице Школьной. Мы земельный участок передали в правительство Самарской области, и правительство Самарской области, обладая этим земельным участком, заключило соглашение. В настоящий момент в рамках этого соглашения ведется проектирование и будет вести строительство. На встрече прозвучал и вопрос о расселении домов, признанных аварийными. Второй вопрос – то, что аварийное жилье. С 1991 года был износ жилья 71,7% считался аварийным, не давали приватизировать. С 2009-2010 года он вдруг стал у нас ветхий. Глава города разъяснила сроки и механизмы работы программы расселения из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, она проинформировала жителей о ходе строительства нового водовода в рамках концессионного соглашения с ресурсоснабжающей организацией. Строительство идет в соответствии с графиком и жители района получат качественную питьевую воду уже в 2023 году. Прозвучало на встрече и предложение о строительстве тротуаров. В этом году, в 2022-м летом, сделано необычайно много, действительно много. Я даже не ожидал. То есть отремонтировали Сергея Лозо, полностью четную сторону, хорошо сделали. Отремонтировало много тротуаров на некоторых улицах управленческого. Школа 127, я вот нашему мэру Елене Лапушклиной в июле задавал вопрос, сделали изумительно. Но у нас осталось три улицы, основные, которые вот меня лично касаются, потому что живу рядом. Это треугольник улица Кузнецова, улица Крайняя и улица Копчевская. Предложения взяли в работу. Елена Лапушкина рекомендовала жителям не бояться оформлять свои идеи в виде проектов и представлять их в районной администрации. Такие предложения имеют поддержку и реализацию. В заключение встречи жители попросили главу города разбить сквер на территории Новой Самары. На сегодняшний момент есть гарантийное письмо от застройщика территории Новой Самары, где застройщик подтверждает свое намерение благоустроить сквер в 2023 году. Прогулочная зона площадью 2 гектара появится до 1 сентября 2023 года. Все поднятые на встречу жителями Красноглинского района темы соответствуют целям, заложенным в стратегии и играют огромную роль в повышении качества жизни города. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События.